Вы можете познать этот мир, не выходя из вашего огорода, при определенном строении мозга. Друзья, всем привет! Мы потихоньку отходим от дел. Уехали в лес примерно на расстоянии 40 км от Москвы. Но места говорить не будем. Если кому надо приехать, вы просто повод пишите. Ну, просто так можете приехать, не проблема. Вот. Сегодня у нас видео, посвященное, у нас на канале сейчас будет два типа видео. Одно это от Алексея Воронина касательно бизнеса. И второе это философские заметки, как в самом начале канала. Мне абсолютно ровно сколько там будет просмотров. Я это снимаю чисто для тех, с кем мы на короткой надежде, скажем так, да. Ради кого все и начиналось, и ради кого должно все закончиться, да. Ради вас, тот, кто смотрит, да. Поэтому, прежде чем перейдем к видео, видео сегодня будет посвящено малому и большому. Надо сказать о партнере этого видео, это Артем Самуджан. Он сделал виджет для сайтов, да, который позволяет вам установить код. Ну, вот ссылка будет на его виджет, соответственно, на его сайт под видео. Вы заходите на сайт, копируете код, вставляете к себе на сайт, и у вас в итоге появляется онлайн-консультант в виде ВКшки, Фейсбушки, там, не знаю, что еще есть. И таким образом, когда человек заходит на ваш сайт, он уже нажимает на иконку, допустим, ВКонтакте, онлайн-консультант, и у него открывается прямо ВКонтакте, соответственно, диалоговое окно, обычное, вот как в обычном ВКонтакте. И вы уже в любом случае, если человек написал вам что-то, можете ответить не сразу, то позже, да. Потом вы можете, если даже человек ушел, у вас всегда вот есть его аккаунт ВКонтакте, можно ему аккуратно написать, если вы посчитали, что что-то вы друг другу не допоняли. Вот, поэтому ссылка на этот сервис будет под видео. Сервис, по словам Артема, является бесплатным, и будет являться бесплатным, покуда до этого его силы будет. Поэтому пользуйтесь, да, это где-то какой-то, возможно, конкурент Callback Hunter или онлайн-чаттер. Ну, философия у нас канала довольно простая, нам плевать там на конкуренции, мы всегда двигаем продукты, которые являются адекватными, и где вы можете их протестить, а уже потомка о чем-то разговаривает. А здесь вообще продукты бесплатные. Поэтому спасибо Артему за такое предложение. Вот, а мы переходим к видео. Как вы можете осознавать, всегда перед нами в любом деле встает опрос. Вот есть люди, которые мыслят наполеоновскими планами, а есть люди, которые тихо-сапо идут, и вот непонятно, какой стратегии двигаться. Вроде как бы родители с детства учат, что нужно помаленьку, но среда, в которой мы растем, да, Москва, это такое место, куда съезжаются все люди из России, которые хотят быть number one. Это место, где, ну, все хотят продать друг другу, и такая немножко агрессивная кислотная среда получается. из тех, кто хочет сразу всего многого. Мы сейчас с вами проведем небольшой эксперимент, вот, и попробуем начать с многого, например, разжечь вот эту полеху. В принципе, был дождь, там, дня два назад, я не знаю, когда, но дрова довольно сухие. Мы попробуем, чем закончится, не знаем. Ребята из деревень-то знают, что надо регистой растапливать, чтобы не мучиться. Также большое спасибо Свете Тарасовой, которая сказала, что прежде, чем завершать что-то, нужно отдать все долги. Поэтому мы сегодня с полом целый день снимаем рекламу и видео. чтобы иметь возможность не снимать саму это, не сниматься, не по желанию. Проведем некий АБТ-стерпуск. Перед прежалить не будем. Вчера Иван Халивов приезжал. С Павлом Германа Стерлигова тоже гостинцев навезли. Ребята интересные, конечно. Подарили подушки вот эти вот Аписон, которые... Ну, там холща какая-то из подулья, в общем, остается. И они, ну, она довольно большая такая. Просто раньше спальню уложили, мне подарил как-то. А сейчас они начали вшивать подушки. На цех ходили, сходили на БМ. Что-то будет под это... По 300 подушек продали. Вот спим. Сейчас уже второй день у них. У меня время с нас опортировалось. Ну, что еще вам, друзья, вот сюда. Продюсер изменился. Ты имеешь в виду... Вообще никто не знает. А, у нас еще изменился продюсер. У нас Вика сейчас работает в компании Константина Воловика, да, по-моему? Воловик. Воловик? Александр Воловик. А, Александр Воловик перепутал. Вот, я думаю, что у нее все хорошо. Мы с Викой раз не раз контакт поддерживаем. Все нормально, какие-то дела старые регулируем. Вот, нам так спокойнее. Просто у нас, у меня слишком напряженный график. Может, у нее там напряженный, но... Короче, так логичнее. Всегда есть то, что начинается и то, что заканчивается. Поэтому, я думаю, и Вика получила то, что нужно для развития, для себя. И мы получили где-то, да. Поэтому, все нормально. Ну, тогда этому кастру я закину. Еще чуть-чуть на стопку. Как вы уже можете заметить, начиная с великого, или с многого, все развивается довольно странно. Теперь мы возьмем второй случай, когда стартапер решил начать не с великого, и не с просчета там стоимости рынка, всего там объемов рынка, а с простого, то есть, с такой, с логики. Ну, все равно мы же подготовились немножко. Так. 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 Вот. Банды. Банды. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...